Еще месяц назад трасса М-10 возле Иванова выглядела как обычная автомобильная дорога. Сейчас прямо на пересечении городской улицы Карла Маркса с переездом, ведущим в пригородную деревню Лязковичи, ведется строительство новой транспортной кольцевой развязки. Она поможет упорядочить автомобильное движение на данном участке дороги. Строительство кольцевой развязки направлено в первую очередь на безопасность дорожного движения на данном месте и обусловлено интенсивностью дорожного движения, особенно в утреннее и вечернее время. Автомобильная дорога М-10 в данном месте, с ней пересекаются непосредственно улицы Карла Маркса, города Иваново, с одной стороны, с другой стороны, это вся северная часть Ивановского района, непосредственно деревня Лязковичи, где в настоящее время интенсивными темпами развивается инженерно-транспортная инфраструктура. Для Ивановского района это очень важный объект. На его строительство из Дорожного фонда страны выделено более полутора миллиона рублей. По заказу Брест-Автодора их осваивает генеральный подрядчик Гомельский дорожно-строительный трест номер два, выигравший торги. Сначала мы сняли растительный слой с откосов земполотна, после этого было выполнено фрезерование, старого асфальтобетонного покрытия. Потом были досыпаны уширения из песка и гранитного основания сделано. После этого был уложен и сейчас укладывается окончательный финишный верхний слой асфальтобетона. Также были выполнены кольцевое пересечение дополнительное и капельки для того, чтобы разделить потоки движения. Всего на объекте трудятся около полусотни человек, задействованы 15 единиц спецтехники и столько же автотранспорта. По словам представителя генподрядчика, строительство транспортной развязки всегда связано с определенными сложностями. Ведь приходится частично ограничивать движение, а потом поэтапно его запускать. И все это на оживленной магистральной трассе. Движение не может идти сразу прямо. Необходимо было построить один съезд, второй съезд, чтобы увести движение вправо-влево. После этого только можно было перекресток взять в работу и выполнять кольцевое именно пересечение в этом месте. Кроме строителей соседнего региона, на объекте в качестве субподрядчика трудится брестский филиал предприятия «Белэлектромонтаж». Электромонтажное управление номер 9. Его специалисты выполнили перенос дорожного освещения на очереди устройства светодиодных дорожных знаков. Сейчас процент всех выполненных работ составляет более 85. Ввод объекта запланирован на середину декабря.